Всех приветствую, дорогие друзья! Сегодня я хочу обсудить довольно-таки интересную книгу японского писателя Кобо Абе под названием «Чужое лицо». И знаете, эта книга достаточно актуальная в сегодняшние дни, когда активно развиваются социальные сети, когда люди максимально сконцентрированы на своей личности, на своем эгоцентризме, на успешном успехе и надевают на себя маски. Сразу хочу оговориться, что Кобо Абе, это, конечно же, японский автор, но роман вышел совершенно не японским, потому что главенствующие мысли тут более европейского порядка, в частности, такой европейский экзистенциализм, и сам метод, которым была написана книга, а именно поток самосознания, более тоже характерен для европейских романов. В «Чужом лице» нет совершенно вот этого японского минимализма, но это не делает книгу плохой, просто я в начале ролика хотел обозначить то, что все-таки это более такой европейский роман, несмотря на то, что Кобо Абе, конечно же, японец. А я хочу еще напомнить, если вам нравится то, что я делаю, дорогие друзья, обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал, где я публикую свои мысли, верлибры, рассказы, рассуждения и так далее, и так далее, обязательно подписывайтесь. Итак, о чем же нам повествует сюжет? А это история о человеке, который в результате несчастного случая на работе теряет, а точнее изродует свое лицо. Наш главный герой – это ученый, и его лицо было обезображено до неузнаваемости после лабораторного инцидента с жидким кислородом. И внешне, само собой, он превращается в не особенно лицеприятного человека. И вот тут и раскрывается сама психология всего романа, а именно потеря лица. И знаете, эта книга была мне особенно приятна для прочтения, потому что, вспоминая великие слова великого автора Брюноски Акутагавы, который говорил о том, что не описанием эмоций, а описанием психологии должна заниматься литература, то как раз-таки Кобо Абе именно этим и занимается в этом романе. Описанием психологии и экзистенции его самокопания, и за этим действительно интересно наблюдать. Это роман далеко не роман действия, а скорее роман мыслей, самокопания и самоанализа. Так что, я думаю, читателю нужно быть готовым к этому, то, что действия или же экшена тут будет совершенно по минимуму. И вот главный герой не может взаимодействовать с окружающими, так как раньше он чувствует тотальное отвращение к себе и боится чужого взгляда. Самое тут забавное в этой ситуации, то, что в романе достаточно мало каких-то ситуаций, когда люди сторонятся его, либо как-то осуждают. Так что вот это внешнее уродство, которое пытается маскировать главный герой, скорее всего, выражается в его внутренней неуверенности, чем в внешнем порицании людей. И, конечно же, это становится катализатором внутреннего кризиса и экзистенциального краха. Герой осознает, что наше общество настолько завязано на восприятии внешности и внешней картинки, что без лица он, по сути, теряет свою идентичность. В конечном итоге его психологическая напряженность возрастает, и он решает создать маску, довольно-таки реалистичную, которая будет полностью идентична человеческой маске, и которая позволит ему вернуться в общество. А главное, это восстановить отношения с его женой. Спойлер, как бы ничего не получится. И вот в итоге, когда главный герой создает данную маску, она становится не просто каким-то способом скрыть свое уродство, а постепенно превращается в новый облик героя и впоследствии в новую личность. В процессе ношения маски герой погружается в новую, еще более пугающую реальность. Постепенно он начинает осознавать, что маска не только дает ему некоторую свободу, но и начинает его поглощать. Тут Кобо Абе написал очень интересную мысль, которая заключается в том, что когда человек теряет свое лицо и надевает маску, именно эта маска и становится его настоящим внутренним я. Он проводит тут интересные параллели, например, с тем, как надевают маску палачи, когда казнят людей, или же как актеры в театре надевают маски, но и высказывает мысль о том, что когда человек надевает на себя маску, он становится свободным и обнажает свое внутреннее я, которое спрятано за настоящим лицом человека. Поэтому главенствующей темой в данного романа является тема идентичности, насколько же наше лицо определяет нашу личность и что происходит, когда мы теряем свою внешнюю оболочку. Абе как будто бы говорит нам, что маски, которые мы носим, будь то реальные или метафорические, формируют наши отношения с окружающими и даже с самим собой. Но что будет, если эта маска захватывает власть над нами? Мы как раз таки можем это проследить в современных реалиях, в социальных сетях, в интернете, когда как раз таки люди и надевают на себя вот эти искусственные маски. Сегодня мы живем в эпоху, когда внешность играет просто колоссальную роль, и с этим связан, конечно же, рост индустрии красоты, социальные сети, фильтры, которые используются в этих социальных сетях. Сейчас выглядеть как-то не так, некрасиво является что-то типа преступления. Опять же, я говорю за большинство людей, которые задают эти тренды, с которыми я, конечно же, не согласен и максимально их порицаю. Мы все постоянно взаимодействуем с масками, будь то реальные или виртуальные. И социальные сети позволяют нам создавать идеализированные версии себя, скрывая недостатки и представляя определенные образы. Но нужно тут помнить то, что это всего лишь образы. К сожалению, многие люди не хотят показывать истинного себя, истинное свое я, стесняясь и порицая этот образ. Поэтому они тонут в образах виртуальных, в успешном успехе, и всякой такой подобной чепухе. Но, подобно герою романа Кобо Абе, мы можем оказаться в ловушке этих масок, что, собственно, мы и делаем, теряя связь с нашим настоящим я. Мы все чаще зависим от чужих оценок и реакции на наш внешний вид, что является, конечно же, полным бредом. Маски могут дать ощущение свободы и уверенности, но, к сожалению, они разрушают наш внутренний баланс, тем самым разрушая наше внутреннее я и нашу уверенность в себе. Вся эта неуверенность в себе очень гармонично вписывается в прекраснейшую сцену в романе, когда главный герой, нацепив на себя маску, начинает выводить свою же жену на измену. И она подается на эту измену, но в конечном итоге оказывается, что она все это время знала, что за этой маской был главный герой. То есть она ему, по сути, не изменяла, всего лишь подыгрывала. И она сказала там очень интересную фразу о том, что вот, наконец-то, и показал свое истинное лицо. То есть главный герой был уже таким и до потери лица. В сущности потеря лица ничего не изменила, а лишь только оголила его несколько, скажем так, гнилое, неуверенное нутро. И вот в романе Абе маска становится буквальной и метафорической защитой героя от внешнего мира, но в то же время она разоблачает его внутренние конфликты. Однако герой Абе не может совладеть с этой маской, и она начинает управлять им, что приводит его к неименуемому саморазрушению. Также тут можно вспомнить концепцию другого Сартра, который утверждал, что наше существование во многом зависит от взгляда других людей. То есть по Сартру бытие для себя предполагает бытие для другого. Социальность является основной характеристикой сознания. И этот взгляд превращает нас в некоторый объект, лишая нас свободы быть собой. И вот в чужом лице герой сталкивается с довольно-таки похожей проблемой. Без лица он лишен возможности видеть себя через призму чужого взгляда, что в принципе и лишает его идентичности. Он больше не может выступать как объект восприятия для других, а значит, перестает быть самим собой. Ну и под самый конец хотелось бы добавить, несмотря на то, что лицо в романе несомненно и довольно очевидно символизирует не просто внешность, а саму сущность человека. И потеря лица становится символом потери себя. И если мы проследим за главным героем, за его мыслями, за его действиями и за самой кульминацией романа, мы поймем, что это самое лицо и свое внутреннее я он потерял еще до, извините за отавтологию, до потери самого физического лица. В итоге «Чужое лицо» это, как по мне, действительно глубокое произведение, которое заставляет задуматься о том, кем мы являемся на самом деле, которое ставит достаточно важные вопросы и которое, несомненно, написано довольно-таки интересным языком. И сам концепт то, что книга разбита на такие тетради, довольно-таки тоже нетипично и гармонично вписывается во всю фабулу романа. Я вам советую его прочитать, потратить свое время. А на этом у меня все, дорогие друзья. Большое спасибо. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok